Девять часов утра. В точке сбора бессмертного полка уже сотни людей. Пока полк формируется, работают тематические разные инсталляции. Одна из них вот такая фотозона. Стена памяти. Там и документы, и фронтовые фотографии. Это особая энергетика. Вы знаете, это такая энергетика, как непередаваемая. Это силище, это наш дух. Скажи, пожалуйста, чей портрет ты держишь в руках? Это мой прапрадедушка Чернушкин Ефим Петрович. Разверни его, пожалуйста, чтобы видели все герои. Считанные минуты остаются до того, как бессмертный полк двинется вперед, пока колонны формируются. Это мой дедушка. Он погиб в 44-м году при переправе через Днец. В феврале 44-го года. Это моя бабушка. Она была медсестрой, спасала раненых. И она дошла живой до Берлина и встретила победу. Отец колонны подстрелил из личного оружия немецкий самолет. За это ему был дан орден Отечественной войны второй степени. Это отец моей мамы. Он был связист. Пошел на фронт в 16 лет, приписав себе в документе год, чтобы его взяли. А вот его сестра, она была участником известного отряда «Ночные везги». Их забрасывали в тыл на парашютах. Их фашисты очень боялись. Маленькие молодые девчонки бегали, снимали данные, где находится оружие фашистское, запрятанные танки и так далее. Это мой дедушка. Он считался без вести пропавшим. Был в одном из самых страшных немецких лагерей, штат Лаг. И это единственная фотография, которая сохранилась в нашей семье. Это фотография, которую делали фашисты в этом концлагере. Его лагерный номер, его группа крови. Я считаю, что он герой. Даже если такие, как он, на 10 минут задержали продвижение фашистов на нашу землю, они герои. Это мой папа. Он призвался в мае, месяце 41-го года. В июне началась война. Волтанковые войска. Они просто выполняли свой долг, защищали свое отечество. То, что должны были делать, и они не считали это геройством. Ровно в кол 11-го бессмертный полк начал свое движение. В строю летчики и танкисты, лейтенанты и рядовые. Опытные, прошившие жизни, юные, не успевшие. Все едины, все равны, независимо от погон и орденов. Уже известный факт, если в единой строй поставить всех погибших в годы великоотечественных героев, то эта колонна будет непрерывно двигаться 19 дней. Мы живы, потому что они победили. Они живы, потому что мы их не забыли. Герой в моей семье. Денисов Яков Моисеевич. Дедушка, я тебя помню. Александра Прозорова и Евгений Кротов. Такой день на мире Белогорья.